Общебородской совет обманутых дольщиков. Мы уже созданы и работаем в течение трех лет. Это нам заставило делать наша власть, которая вначале пообещала золотые горы, собрала с нас деньги, выпустила постановление правительства, а потом продала дважды, а то и трижды наши квартиры. И сегодня армия дольщиков обманутых только повышается, увеличивается. Но тем не менее, наиболее ответственные и больные места нашего города, я назову еще раз, это Питерета Комышевая-46 и МЭКС-дизайн, МАЯК, МЭК и очень много других больных мест. Но сегодня все обещания чиновников остаются только на бумаге. Ни прокуратура, ни суды, ни тем более руководители страны остаются в тишине от наших беней. И поэтому на сегодня остается только одна сила, которая заставляет их думать. Это наши общественные движения вместе с вами, дорогие товарищи. Мы уже провели три голодовки, в том числе и в столице нашей городе Москве. Мы за то, чтобы многие вопросы до сих пор остались на бумаге. Мы за то, чтобы чиновники, ответственные за нарушение наших кондиционных прав, они пользовались нашими деньгами. Мы за то, чтобы не было коррупции в строительном бизнесе. Мы за то, чтобы наши права были защищены. Единственное сплощение, которое находит в нашу еще поддержку, это то, что граждане нашего города полагают в нашей немегкой борьбе. Поэтому мы едины, пока не победимы. Мы не победимы, пока мы едины. Спасибо большое за поддержку и за понимание. Спасибо, Михаил. Я уже объявлял, что в городе сейчас разорачиваются бои, горячие точки. И с одного из участков этого фронта, Алла Патшинова, Ивана Фомина. Здравствуйте. У нас действительно ведутся бои. Представляю защитников сквера на Ивана Фомина. После того, как у нас был установлен забор еще в ноябре, более двух тысяч человек вышло на перекресток на проспект Просвещения. И перекрило движение на час. Стройка была приостановлена. Мы собрали более пяти тысяч подписей от Ивана Фомина. Отвезли числу правительства. Мы отвезли его Путину, мы отвезли его Недведеву Москву, мы отдали ему Батвиенко. Реакции нету никакой. Нету даже отписки от наших властей. Несмотря на отсутствие разрешения из правительства, сейчас опять ОАО «Еврострой» начали свою стройку. Возмущенные жители блокируют на сегодня стройку. То есть не пускают ни грузовики, ни трактора на территорию. Там стоят беременные женщины, там стоят девушки с колясками, с детьми, приходят пожилые. То есть обычные граждане, оторваны, вырваны вообще из дома, от своих кастрюлей, от своих детей. Выношли настоять сутками. Вот я, например, там была сегодня целую ночь. То есть уже все заболели, уже все, но тем не менее мы стоим и не пускаем этих грузовики. Реакции властей нету абсолютно. Милиция, слава Богу, держит нейтралитет. То есть они нас охраняют тоже сутками. На пять человек женщин стоит по три, по четыре машины милиции. То есть я не так довольна от кого охраняю. Чиновники, которые приезжали к нам на автопе с нами говорить, они сказали, что такое понятие, как народ, у нас абсурдствует вообще. И мы как бы не видим тут с кем вообще вести переговоры. Подозр. Подозр. Эта рация печатается живая, разноречивая, разноречивая данные. Мы с них более можем дарить, что происходит, какие документы есть, каких нету. Доступ к этим документам у нас нету. Участковые, которые обязаны с нами вместе прийти, проверить все эти документы, отказываются. Участковые не видим. Прокуратура пишет, что все законно. Я призываю вас объединиться, потому что скоро будет вычислено почти все отдели в нашем городе. Если мы вместе будем отстаивать, то тогда, дай Бог, наш город останется. Так вот.